МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АНЕЛИЯ Вчера в слезах звонит моей дочери-подруга. Она студентка колледжа в Москве. У нее высокая температура, под 40. Рядом никого. В скорой ей дали только рекомендации и не более. Она приняла аспирин, и ее почему-то начало трясти. Температура в том же состоянии. В общем, страх и паника. И вот она, рыдая, звонит. Мы сразу же помолились по телефону, помещая ее в поток. А она, когда летом приходила к нам, слышала, как дочка ставит молитвы из эфира Андрея в потоке. А также принимала вечерю. В итоге девушка еще захотела принять и причастие. Но у нее вообще ничего для этого не было. Ни сока, ни даже хлеба. Как она рассказала, она взяла воду и сливу, что нашла. И сказала по памяти, что слышала от нас. Я принимаю это, как хлеб и вино, во имя Иисуса. В этот момент присутствие Божье окутало ее. Она пережила это даже физически. Температура спала до 37. А сегодня уже все в порядке. Слава Отцу! Просто удивительно! Светлана. У меня был остеохондроз шейного отдела. А я еще на днях сорвала спину. Сегодня мы с сестрой Татьяной собрались помолиться, потечь в духе. Во время молитвы меня стало ломать. Все мои кости стало колбасить в разные стороны. В конце концов, меня повалило на пол. В общем, меня отец истелил полностью. Я просто летаю. Такая легкость в теле. Будь-то груз сорвали с меня. Елена. Хочу рассказать о финансовых чудесах, которые начались во время прохождения курса Меч Соломона. У меня есть брат, от которого я никогда не видела помощи. Если он что-то покупал по моей просьбе, я расплачивалась, то копеечки. В очередной раз я заказал ему купить продукты. Сумма была примерно 1100-1200 рублей. Он не взял с меня деньги. Через пару месяцев он присылает мне пять тысяч на именины. Я и ревела, и смеялась, не понимая, что происходит. Затем приходит голосовое сообщение о том, что они с женой приняли решение присылать мне финансовую помощь. «Я работающий пенсионер, но, как говорит брат, если государство не может позаботиться, а мне Бог дает возможность содержать две семьи и тебя, почему бы не помочь? Ведь все деньги принадлежат ему». Брат Кришнаид. И обычно он так называет при мне отца. Так вот, через две недели после поздравления пришел перевод на 10 тысяч рублей. И еще столько же. Через 10 дней. Описать свое состояние сложно. В общем, и слезы, и сопли, и смех, и радость. На днях утром смс пришла с просонью, открываю. Перевод. Сумма от алмаза Газефримовича. Думаю, что за прикол? Хотя смс из банка приколов быть не может. Сон тут же прошел. Поразило имя «Алмаз». Мысли ошиблись. А внутри – мое, мне. В общем, это брат и начальник меня благословил. Деньги преследуют меня. И это не закончится никогда. Спасибо, папа. Наталья. Весь прошлый год мне не пришлось платить за газ, так как все квитанции оказались оплаченными на год вперед и плату просто списывали. Прошел год. Я пошла платить, и вот снова переплата за целый год вперед. И опять они просто списывают автоматом. Это папина забота. Слава ему! Моей маме 83 года, и живет она не в Питере, а в Петродворце. Мне часто ездить трудно, так как это пригород Петербурга. Я помолилась о хорошем соцработнике от Господа, и вот нам дали женщину с фамилией Ангелова Анна. Даже через это я поняла, что папа всем рулит. Так вот, я даю ей денег на покупку продуктов, и она покупает и привозит маме. Ну и еще, если что-то надо, делает. Потом высылает мне чеки за продукты и свою оплату услуг. Извините, что пишу так подробно. Просто, чтобы было понятнее, что финансовое чудо в том, что деньги у нее на обслуживание моей мамы, которые я ей даю, они чудом не заканчиваются. Она мне показывает чеки, и вот деньги должны закончиться. Я ей звоню и хочу дать на следующий месяц, а она говорит, что у нее они еще есть. И называет ту сумму, которую я ей дала два месяца назад. Как будто она ничего не тратила. Сначала я удивлялась. Ну как это может хватать, когда по подсчетам уже должны были закончиться деньги давно? Потом я поняла, что это тоже папина благословение. Деньги не кончаются. Как масло у той вдовы, которая благословила пророка. Когда было уединение в Питере, и я благословила нашего чудного и родного пастора Андрея и Олю финансами от сердца. И вот пошли чудеса. Слава Отцу нашему верному в слове и делах. И благодарность нашим дорогим помазанникам, и просто любимым, и уже родным людям, и всей небесной цивилизации за помощь, поддержку и заботу о нас. Мы в настоящей семье. Юлия, у меня разбилось стекло на телефоне, и я думала поменять его. О новом телефоне даже не думала. Когда кто-то рассказывал о том, что у него так просто деньги пришли, того благословили. Я не верила, что у меня такое может быть. И неделю назад меня благословили новым телефоном. Это чудо! Слава Богу! Светлана, появились симптомы, першение в горле, кашель и все остальные симптомы ОРВИ. Я сказала, это не мое. Я не буду болеть. Я не буду кашлять. Я не принимаю симптомы. Это ложь. Для меня болезней нет. Я умерла. Я умерла. Воскресла и больше не умираю. Не болею. Не тлею. И когда я проговорила, что умерла, с выдохом отошли все симптомы. Аллилуйя! Евгения, мне нужно было переехать в свой родной город. Так как я сейчас осталась одна с ребенком, мне нужна была помощь в перевозке вещей из одного города в другой. Вариантов не было от слова совсем. Ни авто, ни финансов. Мне советовали такие варианты, которые вообще не устраивали меня. Можно подумать, что я капризная дама. Но я сказала, папа, я понятия не имею, как мне могут помочь в перевозке, кто это будет, но я знаю одно точно. Я сын. И все будет так, как я хочу. Пальцем не ударил, чтобы решать своими физическими силами. Потом высвободила ангелов и дала им задание привести ко мне нужных людей. Всем своим говорила так. Не знаю как, но к понедельнику, а тогда была пятница, мои вещи будут в Сочи. А сама себе дала выходные, чтобы привести свое состояние в нужное, в наслаждение. В субботу мне позвонила моя племянница и сообщила, что ее друзья как раз поехали в этот же день покупать машину в тот город, где я нахожусь. И на обратном пути будут уже на двух автомобилях ехать и заберут мои вещи. Аллилуйя! Приехали два ангела и забрали мои вещи. Но на этом чудеса не заканчиваются. Мне необходимо в своем городе заново поставить ребенка на очередь в детский сад. В госорганизации по садикам мне сказали, что в нашем районе в садах мест нет. Но есть пару мест на полдня. Меня, естественно, это не устраивает. Мне нужен определенный сад на полный день. Сказали, что это невозможно. Но я снова стояла на своем. Папа, мне нужен вот этот сад и на весь день. Благодарю за то, что ты уже все организовал таким образом, чтобы я получила то, что я хочу. И начала управлять. Созерцала наилучший для меня вариант. Управляя из наслаждения единение с отцом. В итоге. Сегодня забрала результат. Нам дали именно тот сад, который я хотела и на полный день пребывания. Аллилуйя! Я сын. Я в потоке. Я управляю в созерцании, в наслаждении. А в физическом мире все решается без моих усилий. Папочка, благодарю тебя. И это не закончится никогда. Будет так, как я хочу. Андрей, я не перестаю благодарить вас за такое мощное откровение, за его трансляцию, за открытие сына. Светлана. Я все время слушаю молитвы пастора Андрея. В одной из молитв пастор молился о коже на локтях, позвоночнике и суставах. Я слышала, как помазание текло по всему моему телу по молитве пастора Андрея. Сначала я не обратила внимания, но на третий день я случайно провела рукой по локтям и почувствовала масло, и мягкость, и гладкость, и ушла боль в середине позвоночника. Спасибо вам, дорогой пастор Андрей, за ваши молитвы. Слава нашему небесному отцу за вас! Галина. У меня под левой лопаткой ушла боль. Неделю ощущала эту декорацию. Я произнесла, чтобы Андрей озвучил под левой лопаткой, и он тут же произнес. Светлана. С июля болел копчик, было больно сидеть. Я приняла исцеление, и в копчике начались пульсации, и вот чудо! Боль ушла! Слава Господу! Галина. Это у меня идет освобождение в виде откашливания изнутри и исцеление позвоночника и внутренних органов. Надежда. Сильное помазание сошло на меня. Я виски свои подставила под руки пастора Андрея. Внутри головы легко стало. Надежда. Слушала Андрея, и потом заметила, что спина перестала совсем болеть, а болела несколько лет, и в ногах не стали тянуть судороги. Спасибо Андрею и слава отцу нашему! Любовь. Писала о том, что пропал молодой человек из города Ижевск, Удмуртия. Был объявлен в розыск. Отец у него запил, не ждал уже живым. Но вот Артем нашелся! Жив! Находится в Москве. Правда, подробностей не знаю, как там оказался. Слава! Вечная слава отцу! Благодарю молитвенную группу. Ирина. Драгоценные, любимые пастор Андрей и Оля! Непрестанно благодарю отца за великое благословение знать вас! Спасибо за превосходный огненный эфир! У моего мужа три дня назад прихватила спина в районе копчика. Не мог ходить, сидеть, лежать, только стонал и жаловался, чтобы хоть кто-то его пожалел. Завтра ему в дорогу в другую страну, где запланированы встречи с людьми и активное присутствие на двух разных мероприятиях, выступления и переговоры. А как передвигаться в таком состоянии, он не понимал. Когда я молилась за его спину, ему становилось легче, он успокаивался, засыпал. Но когда просыпался, боль начинала снова нарастать, и нытье продолжалось до следующей молитвы. Сегодня утром я буквально вытянула его из постели и заставила танцевать под танец огня на барабанах. Ему стало легче, и он снова заснул. И вот сегодня, когда начался эфир, и вы начали молиться за исцеление позвоночника, я подняла мужа с кровати, положила руку ему на копчик и стала вслух говорить, что исцеляющая сила течет из моей руки и исцеляет больной копчик. И тут вы говорите про копчик, что копчик исцеляется. Я говорю, слышишь, пастор Андрей знает и видит, что твой копчик требует исцеления, и молится сейчас за него, поднимай руки и принимай свое исцеление. Он послушно поднял руки и стал произносить, даже кричать, исцеление мое, мое исцеление, копчик мой исцеляется. Это было очень смешно. Потом пошел в кровать, и его вырубило в сон на пару часов. Сейчас сидит, играет на гитаре, довольный. А у меня во время эфира масло по лбу текло, а когда говорила, отец. Масло вообще по всему лицу потекло, прямо в глаза, по щекам, и все руки были в масле. Телефон от этого тоже в масле и полный рот масла. Спасибо вам миллион раз. Слава отцу за вас обоих, пастор Андрей и Оля. Люблю вас бесконечно. Анастасия, представляете, мой муж вчера оставил в магазине около кассы пакет с документами, договор о продаже квартир, ИНН, свидетельство о браке и так далее. И деньгами 150 тысяч рублей, так как была еще сумка и пакет с продуктами. Дома вспомнил, уже когда магазин закрылся. Он так испугался, пятнами пошел. А я его успокаиваю, что это не смертельно, не фатально, а сама благодарю отца за то, что все будет хорошо. За то, что все наши ошибки и промахи отец оборачивает во славу сына. Утром, до открытия магазина, муж побежал в магазин. Пакет ему отдают кассиры и смеются. Я мужу говорю, ты видишь, как сильно тебя любит отец? Он головой кивает. Спасибо, отец! Ната, спасибо ходатаем, молились за документы сыну, они готовы. Спасибо, молились за сестру, у которой были головные боли долгое время. МРТ показала, что нет никаких патологий, а она еще долго чувствовала боли. Я заставляла ее отказываться верить декорациям, и что эти боли фантомные, то есть ложь. Она молитвы Андрея слушала, говорит, теперь все прошло. Аллилуйя! Спасибо папе! Вероника, я очень хочу прямо похвастаться такой победой Духа Святого. Уже годами я как сын делала вид, что что-то не понимаю, что в моей евангельской церкви творится. Каждый сам по себе и я тоже. И какое-то отчуждение и отвержение ко мне. Меня все больше угнетало все это. И я себя не узнавала, где я как сын в этой церкви. Я не стала распространять на других это зловоние или ныть. Но угнетаться и нюхать это зловоние вокруг меня я больше не могла. А как сын побеждающий все и подвластный всему, я взяла свою позицию сына, кому дана вся власть наступать, и я стала освобождать и покрывать всех любовью. Потому что в духе я знаю, что я должна быть в той церкви, и никакая декорация не сменит планов отца. И начала освобождать любовь на всех. Обняла пастора в духе, всем сказала, что так люблю. В духе обнимала, шептала, созерцала любовь отца на всех. Потому что я сын посреди всех именно в этой церкви. Пару воскресений от прославления со стороны сцены на меня шел такой сильный ветер Духа Святого. Я крутилась, вертелась, еле стояла на ногах, но радовалась до слез. В подсознании думала, что скажут обо мне, потому что нас все стоя поют, как солдаты Христа. И о переживании Духа Святого таких свидетельств в 10 лет, что я здесь, я не слышала. А я каждое воскресенье рассказываю, как ко мне касается Дух Святой и что я переживаю. Придется писать много, чтобы сказать вам, дорогие, как весь сценарий в церкви сменился на любовь, и все ценили меня особенно. В одно воскресенье служение не началось, как пастор сказал, я здесь, с распростертыми руками, принимаю вас всех в свои объятия, и сказал, кто хочет меня обнять, я здесь. Это что-то впервые я увидела. Я не подошла, но моей сестричке, наполненной любовью, так и обнимали его. Я в духе трепетала, и в конце службы он прошел возле меня, и как обнимет меня. Потом подошла руководитель хора прославления и сказала мне, мне лично очень важно, что куда не пойдет выступать наш хор, чтобы твое присутствие было обязательным. Мне это очень важно, так и сказала. И потом начались звонки от сестер, которые годами пренебрегали мною. Я не хотела отвечать, была с гостями, сказала сыну, ответь ты, скажи, что гости. И они говорят сыну моему, хотя бы передайте вашей маме, что она очень ценная сестра в нашей церкви. Слава, 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 драгоценный мой отец. Татьяна верила, созерцала, ожидала, и чудо здесь случилось. Произошло вдруг. Утром первого декабря я почувствовала силу в правой ноге, словами не описать, что я пережила. Смеялась, никовала, плакала, так меня накрывала. Аллилуйя! Отец, слава тебе, слава! Да, про палку забыла, и хожу без нее, где перелом был со сколками. Бог и ангелы собрали колена, сустав новый, нетленный, и все связки, сухожилия, артерии, кости нетленные. Пастор Андрей, благодарю за все, что получаю в процессе учебы. Алла, не могу промолчать, у меня произошло чудо из чудес после просмотра первого дня конференции в Турции онлайн. Я же сбросила ссылку на первый день конференции сыну. Он у меня давно уже перестал общаться с Богом. И даже если ходил в церковь с детства до юности, как-то неискренне, как он говорит, не было встречи с отцом. И вот, когда сын прослушал до конца эту конференцию, в конце дня помолился с пастором Андреем и принял очень искренне Бога Отца своим отцом. До этого где-то месяц он все время размышлял и спрашивал, почему у всех есть отец, а у меня нету. И этот вопрос не давал ему покоя. И вот чудо произошло. Он признал и узнал, что у него есть отец. Он так радовался и рассказывал мне со слезами. Он-то живет в Корее, а я в Москве. Мы общались по видео. И в тот же день, уже почти ночью, произошло у него чудо. Когда я отправляла ему ссылку конференции, то написала «Просмотри, и будет у тебя чудо». И вот чудо произошло. Даже два чуда для него. Второе чудо. В ту же ночь к нему пришла чудным образом большая сумма денег на открытие бизнеса. Он вообще учился вместе со мной на курсе Меч Соломона. Но учился как? Он был в моем сердце, и я ему просто рассказывал уроки, и то не все. Он очень внимательно слушал и исполнял все, что я ему говорила по поводу квестов. И вот, он уже был готов, в голове были все проекты, планы, идеи и деньги по бизнесу. Пришли все возможности, и даже уже помещение Бог послал, и человека, который будет делать ремонт в этом помещении. А помещение такое шикарное, и уже с работы уволился, он на заводе пахал. Осталось только деньги получить от папы. И вот, когда произошла встреча с отцом, в ту же ночь, просто неожиданно, чудным образом, сверхъестественно, пришли деньги, и именно такая сумма, сколько надо было ему на открытие своего бизнеса. Он сам был, просто не могу передать, в каком состоянии, от радости. А я просто смеялась. Вот такие чудеса произошли в моей жизни и в жизни моего сына. Сын сейчас открывает свой бизнес, процесс пошел во все. Спасибо пастор Андрей и Оля за такой прекрасный курс и за такую великолепную конференцию, проведенную в Турции. Слава нашему Богу! Благодарность за наших пасторов! Люся сегодня в зуме Нуржемал высвобождала хвалу. Печени и многие очистились прямо во время зума. Ну, а я сразу после зума. Спасибо за молитву Нуржемал. Ирина моя печень очистилась после утреннего зума. У меня была с этим проблема. Галина, сегодня во время утреннего зума с ходатаями сильнейшее помазание меня придавило. Я легла и была в полудреме, не могла подняться. Высвобождалось помазание на очищение печени. Сестричка стала свидетельствовать, что пошла в туалет по-вольшому, и у нее пошли камни. Потом еще несколько. Потом и я там оказалась, сижу и хохочу. Ну, вот, и у меня тоже. Любовь. И еще одно свидетельство. За время пребывания в небесной цивилизации мы с мужем смогли погасить все кредиты, а они для пенсионеров были немаленькие. Это произошло как-то незаметно. Мы не экономили, а наоборот стали жить лучше. И сейчас, при нынешнем подорожании, всего мы живем божественно обеспечением. И это не закончится никогда. Спасибо, папа. Наталья, хочу поблагодарить отца за все свидетельства. Моему самому младшему внуку Давиду 6 лет. Родился с ипоксией. Такие диагнозы врачи написали на пол страницы. С роддома сразу увезли в реанимацию за 130 километров. Мы с дочерью остались в роддоме и не поняли, что это было. Сказали, что ребенок родился здоров. Конечно, стресс, роды были тяжелые, но я говорила дочери, что все будет хорошо. Всю вину с себя врачи постарались снять диагнозами, хотя беременность проходила хорошо, без осложнений. Выписали маму без ребенка. Я ее готовила быть мамой и видеть своего ребенка здоровым. Кормила она его грудью три года. Позже поезд, позже пошел. Долго не говорил, а вчера заговорил по телефону со мной и называл имена животных на английском языке. Очень любит животных, плавает в море летом, ныряет, как рыба в воде. Это все благодаря потоку любви отца. Недавно он чуть не подавился. Дочь быстро отреагировала и чудо произошло. Слава отцу! Я постоянно принимаю заместительное причастие за них. Дочь Юля начала слушать пастора Андрея. Раньше раздражалась на мои советы, а теперь соглашается. Отец меняет мышление. Вся слава отцу! Ольга, мой принтер уже полугода отказывался сканировать и работать от Wi-Fi. Даже мастера вызвало и он сделал только от провода, сказав, что по-другому пока не получается. В пятницу мне нужно было отсканировать документы и отправить по почте. Я села за принтер, ставила диск и стала загружать программу рабочую. Я призвала технических ангелов, чтобы они устранили все причины. И первый раз за много лет с первого раза принтер стал работать как новенький, сканер заработал и Wi-Fi. Спасибо, отец, заслужителей ангелов. Оксана, хочу поблагодарить за каждого ходатая, за молитвы и воздать славу отцу. Безмерно благодарна отцу за Андрея и Олечку. За небесную семью, которую имею, в которой тепло и уютно. В четверг я просила молитвенной поддержки за меня по поводу вируса и температуры, которая резко поднялась с утра. Вся голова была в огне, и вот благодаря вашим молитвам я из беспокойства вошла в поток папиной любви. Возвратилась во времени, поменяла реальность, созерцала симптомы как дымку и дула на них светом, и они растворялись. Затем увидела, что меряю температура и она 36,6. Также растворяла симптомы созерцательно в потоке, пережила в духе, что победа произошла, и уже к вечеру температура пришла в норму. Появился аппетит, и все симптомы убежали. Это чудо для меня. Получила огромный опыт, пережила любовь отца, безмерно благодарна пастору Андрею Оле за их бесконечный и бесценный труд любви. Слава отцу, и спасибо всем вам, мои дорогие. Халиба хотела засвидетельствовать о славе отца. Сестра по плоти заболела ковидом 19, 75% поражений. Была в реанимации очень тяжелая. Я пошла в духе в реанимацию и высвободила жизнь и здоровье, и сказала ушко, встань, ты здорова, как учил нас пастырь Андрей. На следующий день пошла в реанимацию в теле, так как я медик, меня пропустили. Она сидела уже на кровати. Она говорит, я чувствовала, что хожу в мир иной, но во сне пришел мужчина, высокий, в белой одежде, и говорит, встань, ты здорова. Я, говорит, встала и почувствовала, что я здорова. Я говорю, так это же Иисус, слава, слава, слава тебе, отец, благодарю тебя. Наталья, слава отцу, хочу тоже засвидетельствовать. Мы молились за племянника моего. Я тоже вижу результаты. Раньше он бегал от меня и даже когда приезжала, уходил, боялся. Сейчас отношения наладились. Последний раз проговорили по телефону часа два об отце Боге и небесной цивилизации. Ему было очень интересно. И когда его отец, мой брат, сказал, мне бы еще в это поверить, Бога нет, а Даня ему, Бог есть. Это просто чудо для меня слышать из его уст такие слова. Это путь, на который потребовалось годы, но все стало двигаться с места, когда я стала являть любовь отца. Спасибо за поддержку. Просто мы с тобой знаем закон отрицания. Не могут наши слова быть пустыми. Верим в ответ, и он обязательно приходит. Татьяна, у меня тоже есть свидетельство с молодежного уединения. За неделю до него у меня начали проявляться сиптомы аритмии. Да так сильно, что я из-за этого с трудом засыпала. К тому же я начала чувствовать симптомы простуды в груди. Тяжело дышать, кашель и все такое. Я даже хотела поделать ингаляции перед уединением, но из-за того, что не хватало времени, не успела. Короче, так и поехали. В общем, с уединения прошло уже шесть дней, и я только сегодня поняла, что у меня нет никаких симптомов. Они пропали мгновенно с первого дня, как началось торжество, и до сих пор ни разу о себе не напомнили. Аллилюя! Слава папочке! Это так круто! Нуржамал, дорогие друзья любимые, у меня свидетельство. У моего внука была шишечка за ухом, доброкачественная. Хирурги сказали, нужно делать операцию. Мы тянулись с операцией, и она стала расти. Я высвобождала помазание нетления, приказала засохнуть шишки, и вот сегодня обнаружила, что шишки в помине нет. Аллилюя! Спасибо, отец! Малыша я не видела около недели, и не знаю, в какой день шишка засохла, а родители тоже не заметили. Татьяна. Доброе утро, любимчики, папины. у меня свидетельство. Вчера вечером появилась симптом цистита, но я сказала, не принимаю, крови достаточно много для восстановления всего тела, и легла спать. Сейчас никаких симптомов нет. Слава отцу! Много бодрости и силы! Елена, как я благодарна отцу за вас! Спасибо вам, Андрею, за вашу любовь, за ваши открытые сердца, за то, что открыли мои глаза, вели в нетлении. Это не закончится никогда! У меня свидетельство славы отца! Мы все заболели, у всех был положительный тест, но слава отцу, наши нетленные тела восстановились в три дня. Я на третий день уже проводила занятия онлайн, чувствую себя прекрасно. Старшая дочь тоже вышла на работу онлайн, а младшая на каникулах. Мы сейчас на карантине, но чувствуем себя замечательно, а еще нам выдадут пиркот, прививку делать не надо. Сыну все во благо, спасибо отец! Отец ты такой отец! Ой, Андрей только что сказал, что треск из костей ушел, а я и делилась даже, что уже пару месяцев как не замечаю треска в ступнях. Раньше особенно утром такой был треск. Татьяна, у меня могучее свидетельство. Продала квартиру свою, которую продавала пять лет. За две недели сказала, я сын, продам быстро и дорого. Продала за две недели и дорого. Сегодня оформляем залог. И есть предложение на покупку новой. Хочу дешево и еще лучшую и новую мебель и экологически чистый район в Ростове-на-Дону. Я сын Божий и царица папина. Хочу дышать воздухом папиной любви вечной. И это величайшее счастье купаться в нашем с папой доме в огромном бассейне. Пишу и сама удивляюсь, откуда такие запросы. Это папа мне дал. Я не откажусь от мужа царя и любящего так, как любит меня папа. это чудо. Этим все сказано. Я с папой неразделимы. Это главное событие и самое важное, что со мной случилось в этой жизни. Я сын, являющий отца моей маме, моей дочке, внучке, зятю. Я победитель. Спасибо Андрей и Оля. Спасибо за чистоту и искренность. Вера сына меня пронзила навечно. Когда ты, брат, за меня молился, на уединение в Москве. И Оля, родная, спасибо, что передала мне благословение на деление своей счастливой семьи. На этом уединении и папа открывает мне действия Бога, как обещал. И я люблю тебя в каждом. Это все он говорил мне живым внутренним голосом, но так четко. И еще многое, что сейчас я вижу это действие. Сейчас готовлюсь к встрече с папой в нашем доме. надо нарядиться, я аж царица. Мы всегда вместе трапезничаем. У меня на столе две тарелки, два сапожка, с которого раньше по праздникам пили водку, а сейчас вино Духа Святого, вино молился молился за меня в марафоне. Свидетельствую, что на четвертый день марафона неожиданно поднялась температура, головная боль, высокое давление и все признаки простуды. Я написала ходатаем в личное сообщение, чтобы молились за меня, приняла для себя исцеление храма три дня, провозглашала свое нетление, танцевала танец барабанов, пела, текла со всеми в потоке животворящего духа, молилась на языках за ходатаем, прославляла Отца нашего небесного, делала все, чему нас учит пастор Андрей. Прошло три дня и температура в норме стала намного легче, сегодня тоже 36,5, торжествую и ликую, благодарю Отца за вас, мои любимые и родные ходатаем, кто молился за меня и моих родных. Изливаю на вас потоки помазания любви и силы, устройства, обеспечения, торжества и радости на все ваши семьи и все сферы жизни. Люблю вас, моя семья. Аноним. Дорогие ходатайи, слушаю зубы в записи, хочу поблагодарить всех вас за это течение, а сейчас во время марафона я особенно ощущаю помазание. Меня так накрывает, а когда поет Наталья, я просто таю, а когда Наталья поет и одновременно нажимал молиться, то я вообще стекаю в тапочки. Спасибо, родные, просто такая милота. Елена, дорогие, хочу засвидетельствовать, но приболела я ковидом-19. Я слушала три дня проповеди пастора Андрея. Его молитвы смотрела зумы постоянно и через три дня я почувствовала себя намного лучше. Принимала помазание во время просмотров и чувствовала со стороны спины и шевеление, и жар. Врач пришел, послушал легкие, чистые. Спасибо отцу, что помазание всегда пребывает на любой трансляции служения Андрея и Оли. Галина, в начале недели я чувствовала неприятные ощущения в легких. Я их чувствовала со всех сторон и сразу же полезли разные мысли и началась война в голове. Но я сразу же сказала себе «Нет, это ко мне не относится» и стала говорить «Кто я? И что я нетленная? И что дышу духом животворящим?» Слушала молитвы Андрея и Ходотаев и как раз начался молитвенный марафон. И во время молитвы ходила по дому, мне даже уже стало трудно дышать и вдруг почувствовала очень неприятный запах. Я вспомнила, что раньше, когда люди умирали, они сутки находились в домах и там стоял такой запах, запах смерти. Меня это так возмутило. Я выгнала его и закрыла дверь мою семью. И знаете, я сразу же почувствовала облегчение и уверенность внутри, что у меня ничего нет, а самое интересное и запах тут же испарился. Я радовалась, пела, славила отца. Я даже не ожидала, что так быстро это сработает. Но вся моя семья почти одновременно заболевает. Насморк, температура, кашель. понимая, что все они в моем духе, там, где только что произошла победа. Враг попытался опять мне нашептать, что ты заболела, когда я навещала маму и у меня появился насморк и давила голову. Но победа сказала, я им дышу, ведь воздух вокруг меня это он дух животворящий. В нем нет ни вирусов, ни заразы, никаких вредных веществ. Я дышу небесами. И на сегодня все симптомы ушли. Мои родные быстро поправляются, а я радуюсь и торжествую. Жить, как научил нас Андрей, это круто, все легко, это час. Спасибо огромное всем, кто за меня молился. Это такая сила, когда мы вместе. Слава отцу! Лариса, добрый вечер, нетленная семья. Я просила Ходотаев, чтобы помолились о том, чтобы моя дочь Татьяна сдала экзамен на подтверждение лицензии для работы гидом в ОАЭ. За два часа нужно принять, ответить на 80 вопросов на английском. Она в декабре сдавала такой экзамен. Это, конечно, было сверхъестественно. Она звонит и кричит, что это только Бог помог, благодарила, кто молился об этом. Пришли на помощь ангелы. Таня все твердила, что не сдаст. Срок действия предыдущей лицензии скоро закончится, поэтому нужно на другую лицензию сдавать экзамен. Совсем недавно Таня позвонила и сказала, что все прошло круто. Сдала, благодарила Бога и всех, кто молился, остальные экзамены никакие сложные. И в этот раз помогли ангелы. Спасибо огромное, ходота и заслужение. За плошенный раз я писала свидетельство. Слава отцу! Людмила, родные, хочу поделиться с вами радостью. Здоровье мое все лучше и лучше восстанавливается. Здоровею, крепчаю. Вот, что хочу вам рассказать о себе. Мои колени болели, я не могла на них вставать. Но когда мою пол, нужно иногда встать на колени и достать, дотянуться до чего-нибудь руками, за холодильником и так далее. Боль была сильная, будто множество иголок проехали колени. Огонь, невыносимо больно. Теперь мои колени здоровы. Я наклоняюсь, стою на колени, и когда мне это нужно, не испытываю никакой боли. Это супер! Что еще я заметила в себе? Это то, что могу ходить на каблуках, как в молодости. Последние годы не могла совсем. Ноги болели, было больно. А сейчас схожу и все хорошо. А руки год назад не могла поднять вверх. Себя мыть было трудно, больно. Пошоркать спину себя так вообще проблема. Руки так болели. Одеть себя, застегнуться, все через боль. Сейчас могу. Руки гнутся, ноги бегают, колени не болят. Спасибо отцу. Спасибо большое пасторам Андрею и Оле. Слушаю прямые эфиры пастора Андрея молитвы. Провозглашаю мое нетление. Постепенно все ушло. Отлепилось все, что не отец насадил в моем теле. Я так рада, что нахожусь в правильном месте и в правильное время, что у меня такая семья, небесная цивилизация. Все сыны собраны вместе, армии света, сыны отца наступают, побеждают ныне, сейчас. У меня дух ликует, распирает радость, торжество изнутри, прям расширяюсь. родные, как замечательно, что мы есть друг друга. И у нас такой пастор Андрей. Люблю вас всех, всю небесную цивилизацию, всех сестер, братьев. У меня столько люби ко всем. Это же отец являет через меня любовь. А я теку, теку в ней, растворяюсь с ней, становлюсь одним целым с отцом, с моей папой. Еще больше, еще больше это не закончится никогда. Аноним. За свидетельство хочу. Я в потоке реально. Пою и пою эту песню. Рано утром сегодня знакомая, она слушает Андрея Яковишина, ей высылаю. СМС написала. Надя, помолись, телефон потеряла, сама в расстройстве. Я только проснулась, быстро провела через портал ее и телефон и сказала, телефон, догоняй свою хозяйку во имя Иисуса Христа. И увидела, как телефон бежит к ней. Картина была такая смешная. Я расхохоталась и смеялась и смеялась и еще захотелось выпить, выпила вино Духа Святого, совсем хорошо стала. А знакомая написала, телефон твой к тебе бежит во имя Иисуса. И я пошла завтракать. И буквально через минут сорок она мне пишет. Ей позвонили из магазина и сказали, заберите свой телефон. И она бегу в магазин. Отец, спасибо, ты такой отец, вау! Людмила, драгоценные, хочу поделиться радостью, как мой отец заботится обо мне. Мне подарили норковую шубу. Хотела шубу, но финансы не позволяли. Я это никому не говорила, знал только об этом отец. Но у него я тоже не просила, а он знает желания наших сердец. И вот у меня шуба. Сестра во Христе благословила. Благословляют меня не только верующие, но и просто люди, знакомые, друзья. Поток течет. Зимнее пальто шикарное, шапка вязаная и норковую, обувь, сапоги. Дочь стала помогать, то три тысячи даст, то пять. Это просто супер. Деньги приходят, текут сейчас, это не закончится никогда. Отец знает прежде просимого, все знает, заботится, его благословение, благоволение к сынам своим явлено ныне, сейчас. У меня не было возможности купить самой, это для меня оказалось невозможным. А, отец, о, отец, ты такой отец, ты не допустишь, чтобы дети твои в чем-то нуждались, ходили раздетыми, голодными. Я счастлива, что у меня такой отец. Евгения, здравствуйте, хочу рассказать маленькое свидетельство. У меня временами начал побаливать запломбированный зуб. Я стала думать о нем и высвобождать, что он нетленный и здоровый. Слава отцу, зуб больше не болит. Валентина, моя доченька благословила меня на четыре тысячи. Папа никогда не опаздывает. Это чудо. Я беру, преломляю, раздаю. Вот такой наш папа. Надежда, два дня назад я делала уборку. Посмотрела в одну сумочку и нашла монетки. Мелочь, евро. Я посмотрела еще в другие сумочки. И всего вместе набралось 30 евро. Они даже в кошелек не поместились. И пару дней назад пришел счет, за который надо заплатить. Спасибо, папа. Я ни в чем не буду нуждаться. Отец, ты такой отец. Лариса, я сын, живущий внедрю отчим. В любви безмерной нахожусь. Всегда теку в потоке вечном. Я так тебя, отец, люблю. Мне все хватает, ведь я же Божий сын. Ты оправдал и спас меня от тьмы. В твоей крови хватило силы, чтоб напрочь позабыть мои грехи. Я заново рожденный дух от духа. Во мне пылает твой огонь любви. Я ощутил широкое пространство мира, что значит для меня свободная, благая и насыщенная жизнь. Я каждый день меняю состояние свое. Это одежды славные небесные мои. Вокруг творю я радость и шалом. Отец, я благодарна за твои дары. В моем сознании есть слово от тебя. Вкушаю ем и пью тебя любя. Я в наслаждении живу как никогда. И вижу я тебя отец теперь всегда. Мы в духе соединились вместе. Я растворился навсегда в тебе отец. Волной помазания покрываешь. Мечты мои все исполняешь. Нет, не нуждаюсь больше я ни в чем. Не помогает дух святой и ангелы твои. И я хочу, чтоб счастье это не кончалось. Отец и я одно мы на двоих. Все прекрасное твое со мной кружится и умножается любовь и благодать твоя. Ведь для меня открыты двери блага. Я сын богатый и счастливый у тебя. Отец, ты у меня такой отец, рожденный я в нет лении твоем. Благодарю за вечности венец. Благодарю за тайну мне ведомого сына. Наталья. Аллилуйя. Мне выплатили компенсацию за перенесенный ковид. Чудо в том, что не верил никто, что выплатит, так как ковид отменен. Врачи не подавали даже заявку и из шестерых выдали первый подавший и мне, хотя я была последней, без прививок и медицинский отвод уже просрочен. Аллилуйя. Благодарю отец. С верой отдавала документы. Верила, когда оплачивала поездку в Тюмень, что деньги мне вернутся. И накануне мы в Зуме танцевали на дорожке из денег первыми миллиону. Получила первое поступление. Преломляю, благословляю каждого. Чудеса и знамения в жизнях сынов. Благодарю дорогих пасторов и благословляю. Елена. Небесный пастор Андрей в прошлом месяце молился в прямом эфире и сказал, что останавливается кровотечение у женщины и эта женщина получает освобождение. Я написала потом, что это у меня, это про меня, так как кровотечение резко остановилось. А чтобы понять, насколько сильное освобождение и насколько огромная благодарность отцу, скажу следующее. Десятки лет, две недели идут женские дни, две недели перерыв, а до этого три недели женские дни и недели перерыв. И в один день упаковка прокладок и упаковка тампонов, иногда и больше. Это реально был ад. Второй месяц Аллилуйя Папе, спасибо пастору Андрею. И перед женскими днями всегда проходило увеличение яичников. И такое ощущение было, что они становились в размер с мужской кулак. Я не могла сесть, лечь, ходить, была невыносимая боль. Я терпела все это 36 лет. А в эти дни яичники я не почувствовала увеличения. Дискомфорта и боли не было. Это, конечно, очень интимное свидетельство, но освобождение такое сильное, что не промолчишь. Слава Папе. Папа, спасибо тебе. Ильсияр. Мой зять проходил обследование, сдал кровь, и обнаружили вирус какой-то, и диагноз поставили. Я хотела в купальню отправить, но не отправила, и не молилась за исцеление. Я просто высвобождала славу отца и принимала заместительное причастие. Он повторно сдал кровь, и вируса уже не было, потому что кровь Христа уничтожила вирус. Вся слава отцу. Наталья. Воскресный эфир «Сила преодоления» смотрела в понедельник в записи. Во время эфира Андрей молился за кости, а у меня долгое время болело правое бедро и кость бедренная до колена. Спасть не могла на правом боку. Во время эфира приняла исцеление. Ни бедро, ни кость, ни болят. Спала на правом боку без боли. Благодарю папу нашего. Такая радость. Чудеса продолжаются. Оля в эфире читала мое свидетельство об исцелении стоп, произошедшее на торжестве в Питере. А теперь бедро исцелено. Аллилуйя. Спасибо папе. Люция. За одну ночь я прозрела. Молились за другую семью. Свет на разум призывали. За ночь человек прозрел и начал понимать какие-то вещи. Ведем их к сохранению брака. Спасибо папе. Акинтай. Сегодня, прослушав эфир в записи, я так хорошо поняла, что я в любви отца. Такое сердечное тепло ощутило, такое спокойствие. Через некоторое время внутри почувствовала, как будто я уже в перешедшем состоянии, будто проблемы решены и остались позади. А еще, когда в первый раз ходила по деньгам, сразу было чувство, будто мне проговорили внутри. А это всегда было так. И такое спокойствие. Сначала я не думала, что этот ответ пропустила. Сейчас только поняла, когда сегодня внутри это состояние ощутила. Ответы очень нежные у отца и растворяют сердце, чего раньше не особо замечала. Бывает, как будто всю ночь разговаривала с отцом и как будто на последней стадии просыпаюсь. Людмила, хочу рассказать о состоянии и явлении прибыли в моей жизни. Приходят продукты ко мне, соседи приносят еду, удивительно, даже на работе сегодня, я в клининге работаю, большой объем работ делаю за меньшее время, английское прибытие силы и все окружающие люди стараются помочь. Радостно, смешно, состояние пребывающей радости, силы физической, отношения со стороны людей. Ой, какой папа у меня, и это только начало. Минора. Уже месяц, как я слушаю, конспектирую Слово Божье через Андрея и Олю. И благодаря нашему папе за эту чудную пару, примерно 10 дней назад я принимала молитву за исцеление. У меня на спине был жировик размером с теннисный мяч. После молитвы на следующий день жировик исчез. Спасибо, отец, за твою любовь к нам. Майя. Драгоценные сыны Божьи сегодня текли в потоке с сестричкой и когда начали говорить о печати сына, увидела, что печать не снаружи, а внутри светится золотом и надпись на печати «Это сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Закончили молитву пьяные от любви отца. Алена. На карту капнуло две тысячи гривен. Не знаю от кого, ни у кого не просила, только с отцом обсуждала. Вся слава отцу. Ирина. Зарегистрировалась на курс «Меч Соломона» в первый день регистрации. Хожу по деньгам. Странные ощущения были в начале. Как же так ходить по ним? Это же деньги. Но сейчас все встает на свои места, они под моими ногами. Нахожусь чувствование прибыли. Ожидаю чудес от папы. И вот чудеса. Товар был на трех площадках для продажи. Продавался на одной, на второй редко. Сейчас продажа на двух площадках каждый день. А вчера поступил заказ на третьей площадке. Аллилуйя. И еще проснулся сезонный бизнес. Некоторые товары уже не хотела продавать. Но звонят клиенты, хотя я нигде еще не рекламировала. Говорят, где-то в интернете есть мой телефон. И поставщик позвонил, сам предложил товары. Что имею, то принимаю, преломляю и раздаю. Спасибо, папа. Спасибо, Андрей и Оля, за это огненное послание неба. Дальше только больше. И это не закончится никогда. Оксана. Я, если в чем-то захандрю, то отец всегда дает послание через Андрея. Тут недавно я вернулась в прошлое, и давай ему солить и жалеть себя. Прихожу домой, и у меня прямой эфир с Андреем. Я ребятам говорю в нашем небольшом чате на троих. Пошли слушать прямой эфир, а они говорят, что у них ничего не показывает. А там не эфир, вырезка, буквально на 25 минут. Выйти из прошлого. И меня как накрыло, и видение пришло от отца, увидело престол отца. Думаю, вот чудеса. Папа вывел из прошлых воспоминаний, и с сестрами стали собираться у моих родителей. Папа слушает и говорит, как я с вами поднимаюсь. А одной сестричке приснился Андрей. Говорит, захожу в больницу и вижу, что сидит Яковишин, врач, а на лбу у него зеркало висит. Я говорю, вот слушай его и не мешай все подряд проповеди. И мы сейчас слушаем только Андрея. И вихрь захватывает. Это жизнь небес. Это так славно. Вера наконец-то полностью прослушала само послание. Еще и не один раз. Не могла оторваться, переслушивала снова и снова. Какой же крутой у нас пастор. Как круто он являет нашего крутого отца. Воистину муж по сердцу Божьему. И по моему тоже. Верю, что он по сердцу каждого сына. Буквально раскрыл нам сердце отца изнутри. Папа, какое счастье быть твоим сыном. Безмерно благодарю тебя за сына твоего Андрея, с которым мы едины во Христе и едины в тебе. Слава, слава, слава тебе родной. Вика В день презентации курса еще до презентации обнаружили, что деньги за онлайн школу у дочери не снились с карты 5,5 тысяч рублей, а доступ открыт и продлен, и оплата теперь только в следующем месяце. Аллилуйя, благодарю папу. Галина, сегодня день рождения у меня, не ожидала и до этого так не было, помазания действуют, финансы благословляют люди, благодарю, благодарю, преломляю, раздаю, это не закончится никогда, папу за вас благодарю, дорогие служители Божьи, славься, отец. Елена, когда слушала воскресный эфир, увидела, что и у меня неделя подарков была, я с младшими детьми сейчас вынуждена переселена в Германию, мой 11-летний сын давно просил о трюковом самокате, но мы не могли купить, а на прошлой неделе ему подарили новый самокат, и мне подарили прекрасный велосипед, и хотя мы еще не получали финансовую помощь, у нас есть все, что нужно, и даже больше. Ирина, хочу прославить нашего отца, а не тление, вчера увидела знакомую, мы с ней не виделись полгода, она на меня смотрит, смотрит и спрашивает, Ира, это ты? Я ей говорю, да, и она с удивленным выражением лица спрашивает, что с тобой, ты помолодела, похорошела, я ей сказала, что переехала жить в небесную цивилизацию, и рассказала о нашем отце Андрея с Олей, и Ольга, чудо совершилось, наш сибирский зум оплачен, благодарю отца за нашу сестру из казахстанского дара, которая помогла оплатить зум, благодарю отца, что дал эту встречу в Тюмени с моими сестрами из Казахстана, ничего случайного у отца нет, все приготовлено для сына. Ирина, после прослушивания эфира наших драгоценных пасторов Андрея и Оли, о том, чтобы не деньги управляли тобой, а ты деньгами, пророчески нужно походить по деньгам, чтобы почувствовать, что они за тобой бегают, а не ты за ними. Я раскидала и танцевала, и когда танцевала, они липли к ногам, и вот сейчас финансы каждый день прилипают еще больше. На выручки за день танцую на деньгах, это так круто, радуюсь, танцую на деньгах, как дитя. Спасибо курсу меч Соломона, а что будет дальше? Виктория, вчера перед сном положила в носки по купюре, походила, думала прилипнут, такой смех сошел, но я решила на кровати разложить, как братишка вчера посоветовал, сегодня проснулась, что-то шелестит подо мной, а это купюры, и такие чувства нахлнули, как будто я в ванной с золотом лежу, а самое главное, к левой ступне купюра прилипла. Надежда, процветание, я лишилась работы, но не лишилась отцовского обеспечения и божьих финансов, которые не заканчиваются, отец дал мне работу по сердцу, работа с людьми и удобный график, но зарплата небольшая, и хозяйка не открыла для меня свой источник, но я не раб, знала я, поначалу меня ломало, и я чувствовала недостачу в финансах, и понимала, что скоро поездка к мужу, и хочу, чтобы был праздник. Как раз во время курса Меч Соломона и я начала практики из трансляции, потопталась по деньгам, удивительное чувство уверенности пришло, что я над деньгами, а не служит мне, а не наоборот. Я приучала себя к течению и полному доверию отца, и напоминала себе все обетования сыну. Не пришлось долго ждать, как меня начали сами находить источники заработка. И еще двоюродный брат открыл свой источник финансов для меня и подарил сто долларов. Процветание! Я управляю деньгами, и они мне служат. Аминь. Ульнара. Слушаю презентацию каждый день, хотя бы два раза стараюсь прослушать. Хожу по деньгам, испытывая радость и чувство прибыли. Радуюсь всем свидетельствам Божьей славы. Каждый день понемногу Господь являет мне свои чудеса. Вчера приходила сестра, принесла всякие вкусняшки к чаю. И еще продала знакомой одну вещь, которую она просто сама у меня спросила. Есть ли она у меня? А она у меня была и ждала своего часа. А сегодня был звонок из компании по мобильной связи. Дали скидку на связь 60% на три месяца. Так приятно переживать заботу и видеть во всем руку Отца. Благодарю Небесного Отца за все чудеса, что есть и которые еще будут. Благодарю пасторов Андрея и Ольгу за служение. Аллилуйя! Светлана. Много лет меня мучили высыпания по телу с очень сильным зудом. Врачи не могли найти причину. Что я только не перепробовала. И медицину, и народные средства. Прочла свидетельства о том, что у сына были высыпания на теле. Мама молилась за него в потоке. Результат был на второй день. Кожа очистилилась. Я написала маме, что помолились за меня. Меня тоже провели через поток. На следующий день ближе к опеду опять зуд. Я не приняла его симптомы, сказала, что его уже нет. Это ложь. Мое тело нетленно. И зуд прекратился. Аллилуйя. Это не передать словами. Благодарю всех, кто проводил меня через поток. Слава папе за небесную цивилизацию. Благодарю Андрея и Олю за новое учение. Галина. Я за последние две недели перенесла смерть моей средней сестры и отца наших двоих детей. И только благодаря любви отца можно перенести эти вещи. Я, когда смотрела на фото моей сестрички улыбающейся, не могла плакать. Я просто с ней разговаривала. А позже я прослушала вашу проповедь «Сила преодоления» и получила подтверждение того, что мы можем общаться с нашими родными, которые ушли от нас, если имеем и переживаем любовь отца. Ведь у Бога все живы. Любовь отца это мощная сила. Лариса Вчера нас не пускали в учебное заведение из-за не всех имеющихся в наличии прививок. Я сказала отцу «Сегодня утром сходила в поликлинику и врач одной знакомой, которой я подошла, услышала про нашу проблему и сказала, что все уладит. Мы пришли к этому врачу, который видит нас впервые и он нам помог с такой любовью и открытым сердцем это отец. Отец, ты такой отец, аллилуйя, это сверхъестественно». Ирина «В кошельке появилось 400 гривен, две купюры по 200 гривен, я поражена, хотя на домашних группах и в эфире пастор Андрей молился за финансы». Елена «А у меня сейчас сын ключи потерял. Чтобы сделать ключи, нужно ехать в город, дорога туда и обратно, плюс ключи, это одна тысяча рублей. Сын поискал, не нашел, пошел во второй заход искать ключи. Высвободила я ангелов-помощников, что помогли найти ключи и увидела в духе то место, где лежат ключи. И сын звонит мне, что он нашел ключи. Слава Богу». Асия «После созерцательной жизни каждое утро, глядя в зеркало, говорила «Я и отец одно, я вижу отца». Но никак не могла понять, как можно видеть отца, я же вижу себя». И начала просить Духа Святого объяснить. Потом, слушая утренние эфиры в инстаграме, сижу и как будто это не я, а Оля. Это так интересно, что бы я не делала, Оля во мне делает. Так я поняла, что я и Оля одно, я и Андрей одно, я и отец одно. Это супер, спасибо большое, пастор. Как-то еду на работу в автобусе и слушаю проповедь пастора. Пришло видение, что я сижу на причале и болтыхаю по воде ногами. И вдруг из воды три здоровых парня потянули за ногу и забрали под воду в самую глубь. А я понимаю, что мне легко в глубине дышать. Очнувшись, понимаю, что это были ангелы, которые вышли из проповеди пастора Андрея и погрузили меня в глубину духа. Это так здорово, такого я не смогла бы представить до этого. Очень много прекрасного начала видеть, реально жить, радоваться легко. Спасибо большое, отец, я так люблю тебя. Елизавета, ко мне в воскресенье приехал мой родной папа. Мы очень редко общаемся, никогда не были вместе больше двух часов, обычно максимум получасовой разговор по телефону. Ему нужно было где-то переночевать, я, естественно, согласилась помочь. Так получилось, что ему до пятницы нужно быть в Минске. За эти пару дней узнала о нем хоть что-то, и от него, а не из других источников. Готовит кушать, покупает продукты. И сегодня, когда я шла с работы, задумалась о курсе Меч Соломона. Где же мое сегодняшнее чудо? И вот, захожу в квартиру, болтаем с папой, и он дает мне денежку. Такого никогда не было, спонтанно совершенно. И ту сумму, которую я как раз хотела отложить. Круто так. Светлана, добрый вечер, чудо есть. Служу презентацию каждый день, хожу по деньгам, по юбилейным рублям и всякой мелочи из разных стран, которые собирала как коллекцию, танцую по ним. Приходит и мотив, и слова для песенки радость наполняет. Слава Божья разливается на круг моей жизни. Старшая дочь с внуком сейчас в больнице, и я могу навещать их каждый день. У меня есть для этого продукты. Сегодня ее друг принес целый пакет продуктов. Средняя дочь решила уехать в Турцию, но у нее все не получалось купить билет. Я не молилась конкретно за билет, просто всегда говорю, что слава отца наполняется круг моей жизни и жизни моих детей. И вдруг малознакомый гражданин другой страны покупает ей билет, и она летит в Турцию через 10 дней. Я ликую и прославляю отца. Славы полна вся земля. Виктория Два дня назад пришла знакомая, рассказала, что она потеряла все документы, все карточки, грин-карту и другие. Вообще все. Попросила помолиться за нее. Я помолилась, попросила ангелов, и сегодня ей все принесли. Ура! Нелли знакомая из Молдовы имела проблемы в работе. Сегодня у нас там напряженная ситуация. После молитвы и высвобождения ангелов ситуация исправлена. Чудо произошло. Восстановился график работы и статус музыканта. Она счастлива. Людмила, хочу поделиться долгожданным чудом. Дочь повернулась к отцу и пошли к ней благословения. Вчера мне написала, теперь я вижу благословения. Мне отполировали фары на авто, поворотники, все бесплатно. Она удивлена. Когда отдавала заказ своей подруге, та дала ей упаковку креветок. Такой у нее впервые. Поток не остановится. отец, он такой отец. Дождусь возвращения сына к отцу. Аминь. Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы наше откровение и сила Божия обхватила весь континент и всю землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку спонсировать под видео и заполнить анкету спонсора, исходя из твоих финансовых возможностей. Либо перечислить свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебя за этот уклад. Небесная цивилизация это семья и команда. подпишись в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»